Текилла Джаз Когда моя коллега Фёкла Толстая увидела эту обложку альбома, она сказала, как это правильно прочитать? Зорж? Альбом группы Зорге это повесть о путешествиях взрослого, умного, талантливого человека по всему земному шару. Послушайте её от начала до конца. Это одна из самых значимых пластинок 2011 года. Зорге. Сегодня в утром получил письмо о другом. Он мне рассказывал про квадратуры круга. Что треугольные кривы ходят очень туго. А волны катятся и катятся по кругу. Группа ДДТ в 2011 разродилась альбомом под названием Иначе. Как всегда бывает у Юрия Юлиановича, это концептуальная работа. Я видел премьеру концерта Иначе в спорткомплексе Олимпийский. Это было монументальное зрелище. Представляете себе там 50-метровую сцену, которая используется. Все фоны используются в качестве экранов. Причём под каждую песню чётко отработанный видеоряд. Если ДДТ приезжает в ваш город, очень советую сходить на этот концерт. Впечатление будет мощное. ДДТ. Альбом Иначе. ДДТ. Альбом Иначе. Каждый новый альбом этой питерской группы это событие. Они не часто, надо сказать, радуют свою публику. Но в этом году нам свезло. Альбом называется Юла. Группа Аукцион. Безумные кудесники из Санкт-Петербурга. И может боль я, а может пыль я. Я вижу коль я, но слышу крылья. Но эта поэзия практически Велимир Хлебников. Группа Аукцион. Юла. Рекомендована к прослушиванию. Группа Аукцион. Юла. Рекомендована к прослушиванию. Гомба, метилидамба, и гиликомба, и топинамба. Вот так и намбы, и целикомбы, как топинамбы на катакомбы. Мы были далию, а стали былью. А может солью, а может пылью. И далеко ли я, и без тоски ли я. Я вижу коль я, слышу крылья. Михаил. Архангельск. Потому что там архангелы. Архангелы. Сказал Борис Борисович Гребенщиков в объяснении, почему его новая пластинка называется Архангельск. Обратите внимание, клип «Марш священных коров» снимался художниками, находящимися далеко от Москвы. Они даже никогда не встречались с Гребенщиковым. Вот он, мир сегодняшних технологий. Аквариум. Хватит развлекать меня, не то я завою. Лучше скажем «нет» насилию и развою. Скажем «нет» развою и насилию. И уподобимся блаженному Василию. Новый альбом группы B2 Spirit, который появился в 2011 году. Они были у нас, исполняли его в программе «Ливень». После этого мы спускаемся по лестнице, и я Леве говорю, слушай, какая сильная песня «Блеф». Только я вот не понял этот образ. Это так мало, недостаточно. Восемь младенцев, жизнь загадочна. Откуда восемь? Почему? Что за аллегория? Что ты имеешь в виду? Он говорит, Миша, успокойся. Это в позе младенца, жизнь загадочна. Вновь судьбы меняются планы. С неба вернулся, брошенный камень. Было одним, ставят другим. В доме цепи замыкаются звенья. Каждый звонок, как состав преступления, Держит меня. Я усилю. Ровно души, капитан моей растущей души. В этом городе до страны мы скучим. Безвоздушная тревога. Жизнь не спеши. Не сдавайся, мне не реально кроши. Расгорится и покаснет ночи. Безвоздушная тревога. В 2011 году на свет появились несколько великолепных пластинок. И от лица редакции программы «Ливень» я порекомендую вам пять лучших мировых альбомов, которые стоит прослушать и которые наверняка останутся в вашей коллекции. В июле 2011 года в своей квартире в Лондоне была найдена мёртвой Эмми Уайнхаус. Это, конечно, чудовищная потеря, потому что великолепная была певица. Уже под занавес 2011 года на свет появилась пластинка «Львица. Скрытые сокровища» Эмми Уайнхаус. В эту пластинку не входит ни один трек из тех, которые она готовила к выпуску нового альбома, но архивные записи стоят того, чтобы их послушать. Кстати, именно у нас в программе «Ливень» и состоялась премьера её клипа в 2011 году. «Ливень» и «Ливень» и «Ливень» и «Ливень» Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Все невероятные бури бушуют в мозгу этого человека, этого музыканта, никто не знает. Но каждый его альбом – это попадание в десятку. Я говорю об артисте по имени Том Уэйтс. В этом году он выпустил альбом, который заглавлен «Bad as me». Ну и говоря языком Тома Уэйтса «Ты такой же козёл, как и я». Эту пластинку надо слушать сначала до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одна из самых лучших групп на земном шаре разродилась пластинкой в 2011 году. Я говорю о группе Кайсибиен. Этот альбом называется «Велосираптор» по имени несуществующего динозавра. Но я уверен, в скором времени дети уже начнут учить имя «Велосираптор» в школьной программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сложно прочитать эти слова. Порекомендую произношение Майло Зайлотто. Это альбом, вышедший в 2011 году от группы Coldplay. Когда их клип впервые появился в сети, я даже прогнал в фейсбуке телегу о том, что он секретно снимался в Москве на территории Института космических исследований на метро «Профсоюзная». И для этого были наняты московские стрит-арт граффити художники. Я даже не скажу вам, правда это или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...